Сергей Евгеньевич, завершился чемпионат Европы и первенства Европы 2023 года. Итоги чемпионата для вас, как для исполнительного директора Международной Федерации Самбо, как наблюдателя. Ваши впечатления? Очень долго. Очень долго. То есть, в принципе, я думаю, что для восприятия, конечно, должно быть ощущение, чтобы хотелось еще. Здесь, конечно, понятно, что нагрузка основная для главных организаторов. То есть, им нужно было продержаться, потому что в командах есть тренер, отвечающий за возраст. Они свое отработали, и на этом их история заканчивается. Нам нужно было от начала до конца работать, не просто находиться, но и выполнять определенную работу, следить за процессом. Но, я, наверное, самое главное такое впечатление, это то, что УРК-комитет Израильской Федерации с этим справилась. Даже при всем, при том, что были какие-то недостатки, замечания по размещению, по питанию. Но это, скорее, все-таки для тех команд, которые вовремя подали заявку и не вписались в тот формат, который предполагался изначально. А в целом, мы сейчас обсудили с Дмитрием Максимовым красивые медали, нормальный, прилично оформленный зал в том формате, в котором мы пытаемся уже последние 10 лет, как минимум, проводить соревнования. То есть, пытаемся привести в определенный формат. Все выдержано, все четко. Судьи, то есть, уже обновленная команда судей. Были, не дочеты были, как и в любом деле, но видна команда уже даже судей. Ну, к сожалению, не удается воспитать наших тренеров, воспитать наших руководителей делегаций. К сожалению, частое проявление каких-то недовольств. Ну, как всегда. Как всегда, в принципе, нормальная, хорошая борьба, много ярких побед. В принципе, стабильно выступающие страны уже, ну, традиционно, помимо Фиас-1, Фиас-2 и Румыния достаточно так мощно о себе заявляет. И так немножечко Франция восстанавливается. Ну, в принципе, вы видели и Азербайджан, и Армения. То есть, медали расходятся по разным странам, и это радует нас, как функционеров Международной Федерации. Собственно говоря, это основная наша задача, чтобы вот эта география, она расширялась. Ну, а вопрос количества золотых медалей и командного передаста, ну, это вопрос уже профессионализма тех людей, которые этим занимаются. Готов ли Израиль, по вашему мнению, принять чемпионат мира по самбо? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Готов. И пожелания израильским самбистам и вообще израильтянам, чтобы они велкам самбо. Ну, я думаю, что они давно уже велкам самбо, потому что и пляжный чемпионат мира показал достаточно приличный уровень и чемпионат Европы. Ну, а пожелать... Я думаю, что люди достаточно профессиональные здесь работают, более серьезно подходят к подготовке. Ну, и чтобы израильские спортсмены заняли свое вот в топе ведущих команд, заняли достойное место. Тем более, проводясь у себя дома, конечно, хотелось бы, чтобы чаще играл гимн Израиля. А он красивый, да. То есть я прям, когда на чемпионате мира девочку исполнял, я прям аж к кому горло подошел такой. Я его раньше на нем не акцентировался, а там было, видимо, вот этот вечер, этот свет искусственный, это исполнение очень такое проникновенное. Я скажу даже больше. Гимн Израиля обнадеживает, потому что он о надежде. Спасибо. Спасибо.